Кирпичный только фасад, за которым скрывается ветхая деревянная конструкция. Этот дом на улице Окские съезды, расселенные в рамках программы, сносится первым. Маленькая улица, прилегающая к Окскому парку, хоть и находится в центре города, но условия жизни для людей здесь отнюдь не элитные. Частичное удобство соседства с парком и туристическими местами, а это шум и большое количество прохожих. Данный жилой дом непосредственно состоит из бревенчатого конструктива, то есть наружные капитальные стены у него бревенчатые. С лицевого фасада он обложен белым кирпичом в один слой. То есть в связи с износом данных бревенчатых стен и перекрытий последовала необходимость признания его непригодным для проживания. В очереди на снос и соседний дом. Он уже не жилой и аварийный. Владельцы жилых помещений в бараке получат причитающуюся по закону квадратные метры или выкупную стоимость. Жилой дом по адресу Ульцокский съезд, дом 6, это соседний жилой дом у нас. Он также администрацией округа Муром признан непригодным для дальнейшего проживания. В настоящее время происходит процесс его дорасселения, то есть освобождения от прав третьих лиц. После завершения данной административной процедуры, соответственно, администрация примет меры также к его сносу и освобождению земельного участка. Вся высвобожденная земля, соседствующая с одной стороны с парком, с другой с музеем, будет отдана под благоустройство. Без ветхого жилья откроется вид на набережную Оки, дом купца Зворыкина, Никола-набережную церковь, отреставрированную смотровую площадку с памятником Илье Муромцу. Откроются новые перспективы и возможности для реконструкции, возвращенного в муниципальную собственность Окского парка. Ольга Келешина, Артем Корнилов. Наш Новости.